Кишечник. Как у тебя дела? Адриан Шульте. Наши клетки потребляют энергию, чтобы давать ее организму необходимо питание. Для гурмана это звучит не очень интересно. И вправду было бы грустно, если бы мы ограничились количеством пищи, необходимым только для поддержания жизни. Но пища и в самом деле дает организму стимул жить. Кто может сказать, какая пища полезна для нас, а какая вредна? Что нам лучше купить, а от чего отказаться? Мы полагаемся в этом на свои органы чувств. В немецкоговорящих странах решают это в основном глаза. В Средиземноморье определяются с выбором по запаху и на ощупь. Чем больше информации поступает в наш центр принятия решений от наших органов чувств, тем лучшего качества продукты мы покупаем. Во Франции это подробно изучают в школах. Уроки гастрономии – неотъемлемая часть учебного плана. Здесь воспитывается вкус юных французов. Здесь они учатся делать правильный выбор и наслаждаться им. Признаться, те из нас, кто обнюхивает и изучает фрукты и овощи перед покупкой, не находят понимания у окружающих. Тем не менее, это было бы не лишним. Стало бы ясно, что незрелые томаты, проделав долгий путь из Испании или Голландии, едва ли приобрели какой-либо аромат. Если, несмотря на это, потребитель решил бы отнести помидоры домой, дома он понял бы, что и вкус их также оставляет желать лучшего. То есть, когда томаты приготовят, вслед за отсутствием запаха обнаружится отсутствие вкуса. Сделать правильный выбор нам помогают 10 тысяч вкусовых рецепторов. Это больше, чем у любого животного. У кошек их около 500. Кошки – хищники. Им не придет в голову есть овощи, грибы или злаки. Поэтому для этих видов пищи им не нужны рецепторы, чтобы отличать хорошую еду от плохой. Кроме того, у кошек развитое чувство обоняния, которое они применяют до того, как попробовать на вкус. Если поднести к носу кошки что-то несвежее, то она отвернется и убежит. Мы могли бы избежать некоторых случаев пищевого отравления, если бы мы больше доверяли своему обонянию. Вспомните запах гнилых ракушек, устриц или испорченного мяса. Это ведь можно почувствовать. Запах и вкус тесно связаны друг с другом. Конечно же, когда у вас насморк, то обоняние притупляется, и вкусовые ощущения от еды не такие, как прежде. Как-нибудь зажмите нос во время еды. Вы не почувствуете вкуса. Как же нам добиться ощущения феерии и вкуса? Чтобы применять вкус для выбора продуктов, или просто для собственного удовольствия, нужно как можно дольше держать пищу во рту. Пару раз переживать и сразу же проглотить недостаточно для активизации вкусовых рецепторов. Тем не менее, если они пробуждаются, происходит удивительное. Мозг вырабатывает дофамин, сиротонин и собственные опиаты. Это нейромедиаторы, которые отвечают не только за наше чувство сытости, но и за хорошее настроение после трапезы. Однако, вкус легко обмануть. Хороший вкус имеют качественные и полезные продукты. Он помогает нам понять, что мы не ошиблись в выборе. Однако продуктам, потерявшим вкус в процессе промышленной обработки или никогда не имевшим особого вкуса, придается приятный аромат с помощью добавок. Таким образом, уже давно работает пищевая промышленность. Аромат и вкус имеют большое значение. Именно с них начинается пищеварение. Когда мы пробуем сладкое, поджелудочная железа начинает выработку инсулина. Он необходим, чтобы усваивать сахар, поступающий с пищей. Но обратите внимание, если задействован инсулин, резервный жир, от которого многие бы с радостью избавились, не будет расщепляться. Расщепление жира блокируется, поскольку было бы не слишком экономно для организма сокращать количество резервных жиров, когда на подходе насыщены энергии сахара. Сладкое между приемами пищи вдвойне отрицательно влияет на энергобаланс. Мы можем исходить из того, что определенные вкусовые ощущения стимулируют начало пищеварения. Представьте, что вы едите йогурт с искусственным ароматом малины. Пищеварительные ферменты получают сигнал к действию. Они готовятся к тому, чтобы расщеплять молекулы ягод. Но, к сожалению, им приходится довольствоваться чем угодно, кроме обещанных плодов. К чему ведет создание подобной иллюзии, нам, однако, неизвестно. Тем не менее, мы можем представить себе разочарование рабочего, обнаружившего, что он взял с собой не тот инструмент, и то, с каким нежеланием он вновь примется за работу. Потребление после этого настоящих ягод может спровоцировать несварение желудка и кишечное расстройство. Вывод. Придерживайтесь здравого смысла в выборе продуктов. Это принесет вам больше удовольствия, а вашему организму больше пользы.